Здравствуйте! В эфире Финтаймс и Карбарен 21. Я Фарида Ашралова и рассмотрим основные темы нашего выпуска. 17% потребностей в нефти Италии обеспечивается за счет Азербайджана. Президент Ильхам Алиев. Евросоюз пытается согласовать бюджетный план на 2021-2027 годы. Оказание услуг и ремонтные работы. Подписано соглашение о создании совместного предприятия Сокар-СТП. В рамках официального визита президента Азербайджана в Италию ожидается подписание более 20 документов, охватывающих различные сферы. Ильхам Алиев и Серджио Матарелло выступили с заявлениями для печати, где отметили плодотворное и успешное сотрудничество в различных сферах. Как отметил президент Италии, в Азербайджане функционируют ряд итальянских предприятий и с подписанием новых соглашений их число будет еще больше. В свою очередь Ильхам Алиев отметил достижения стран в сфере энергетики. Азербайджан номер один по поставкам нефти в Италию. 17% потребления нефти в Италии обеспечивается за счет Азербайджана. За 15-летний период поставок нефти из Азербайджана в Италию не возникало никаких проблем и форс-мажорных ситуаций. То есть Азербайджан проявил себя как надежный партнер. Что касается экспорта природного газа, то строительство газопровода ТАП ускорилось и находится на завершающей стадии. Работы по строительству выполнены на 92%. Напомню, что ТАП – это последний из четырех компонентов ЮГК, который связывает между собой семь стран, оказывает позитивное влияние на сотрудничество между ними, как в энергетической, так и в политической и в других областях. Центральный банк Азербайджана принял решение об упрощении валютного режима при торговых операциях с иностранной валютой. Теперь таможенную декларацию и другие документы, подтверждающие импорт товаров и услуг, можно предоставить в банк в течение двух лет. Ранее этот срок составлял 9 месяцев. Кроме того, ликвидируются требования по уведомлению органа валютного надзора, если стоимость импортируемого товара или услуг – менее 10 тысяч долларов. Решение вступит в силу после публикации в Государственном реестре правовых актов Азербайджана. Отмечается, что за последние несколько лет значительно улучшились показатели движения капитала и финансов. И либерализация валютного режима, как ожидается, будет способствовать дальнейшему улучшению деловой среды в стране. Решение Центрального банка – частично либерализовать режим внешней торговли, сигнализирует участникам экспортно-импортных операций о довольно важной вещи. Увеличение платежного баланса, увеличение разницы между экспортом и импортом – Центральный банк указывает, что измеряется эта разница в двух значенными цифрами в пользу роста экспорта. Говорит о том, что приток иностранной валюты в страну увеличивается. Как мы знаем, у Центрального банка одной из функций очень важных является укрепление стабильности национальной валюты. Этим способом либерализация импорта Центральный банк уменьшает давление на внутренний валютный рынок. По данным Государственного таможенного комитета, импорт автотранспортных средств в январе составил около 6 тысяч на общую сумму более 61 миллиона долларов. Рост импорта почти 2,5 раза по сравнению с январем прошлого года. Наибольшее число ввезенных транспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для пассажироперевозок – чуть более 51 миллиона долларов. Также было импортировано 292 единицы моторных транспортных средств, предназначенных для грузовых перевозок, и 18 единиц спецназначения – чуть более 6,5 миллионов долларов. По мере адаптации рынка в 2018 и 2019 году к новым ценам и по меру роста дохода населения вырос спрос на автомобильном рынке. И вот те компании, которые занимаются продажей автотранспортных средств в прошлом году, в 2019 году и в начале 2020 года, за январь 2020 года, значительно увеличили ввоз легковых автотранспортных средств. Идет адаптация автомобильного рынка к новым условиям. Американские фондовые индексы демонстрируют рост на фоне публикации протокола ФРС США, а также новостей о принятых Китаем мерах ограничения последствий коронавируса для бизнеса. В частности, руководители ФРС сошлись на том, что текущий курс денежно-кредитной политики остается целесообразным. В США снизилось число новостроек на 3,6%, при этом на 9,2% выросло количество выданных на строительство разрешений. Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона меняются разнонаправленно, и инвесторы продолжают следить за новостями о коронавирусе. Число новых случаев заражения в Китае ниже на 400 человек, против 1,750 тысяч днем ранее. Накануне Центробанк Китая снизил до 4,05% основную ставку по кредитам с целью поддержки бизнеса и экономики. Главы государств и правительств стран ЕС проведут внеочередной саммит, где обсудят долгосрочный бюджет Евросоюза на период с 2021 по 2027 годы. Между тем, накануне Европейская комиссия объявила о принятии новой цифровой стратегии. В преддверии внеочередного саммита ЕС по бюджету председатель Европейского совета Шарль Мишель провел индивидуальные переговоры с 27 руководителями стран ЕС по долгосрочному бюджету. На основе этих консультаций были подготовлены предложения по общей сумме бюджета и ее распределению. Я предложил повысить капитал Европейского инвестиционного фонда, потому что это могло бы мобилизовать до 500 миллиардов евро и дать скачок инновациям. Цифровые и климатические переходы необходимы сейчас больше, чем когда-либо. На кону наше процветание, качество жизни и будущее следующих поколений. Все перед глазами, ожидание ничего не облегчит. Время решать. Тем временем Еврокомиссия объявила о принятии новой цифровой стратегии. Согласно принятому документу, ЕС будет вкладывать в развитие искусственного интеллекта по 20 миллиардов евро до 2030 года. Новая цифровая стратегия ЕС, как ожидается, поможет достичь климатических целей и обеспечит подъем экономики стран Союза. Для исследователей очень важно иметь доступ к другим данным области для того, чтобы продвигать инновации. С целью создания совместного информационного пространства ЕС и облачной инфраструктуры мы привлечем инвестиции до 6 миллиардов евро. Ценность экономики данных велика. Уже сегодня в Европейском Союзе ее стоимость равняется 300 миллиардов евро, что составляет 2,4% от волового национального продукта. В этой сфере создано 5,7 миллионов рабочих мест. За пять лет они возрастут до 11 миллионов. Стратегия по разработке и применению искусственного интеллекта будет способствовать инновациям в разных сферах. Предполагается, что предприятия и госорганизации будут иметь доступ к большему количеству качественных данных. Госнефтекомпания «Сокар» и «Сунгаицкий технологический парк» подписали соглашение о создании совместного предприятия «Сокар-СТП». Основной его деятельностью будет оказание услугой ремонтной работы тяжелых кранов, фонтанной арматуры, скважин и бурового оборудования. Эта компания объединяет в себе экспертизу и навыки со стороны машиностроения и нефтяной индустрии, инженерные навыки. Есть довольно много предметов, которые мы регулярно импортируем, используем для ремонта или строительства установок буровых, которые используются в процессе бурения, в процессе нефтедобычи. Это, в принципе, создает возможность, основу для получения дополнительной прибыли за пределами нашей страны и в других странах, посредством предоставления этих услуг и товаров. Декларированный экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в январе составил около 60 тысяч тонн на сумму чуть более 28 миллионов долларов. По данным Государственного таможенного комитета, рост составил 47,5%. Кроме того, за январь было экспортировано 39,5 тысяч тонн метанола на сумму около 4 миллионов долларов. Рост показателя на 2,8%. Цены на нефть продолжают рост на фоне позитивных сообщений из Китая, в частности, о превышении числа выздоровевших от коронавируса над количеством заболевших. Рынок в ожидании запланированного заседания ОПЕК-плюс 5-6 марта отмечается, что приглашения на встречу уже разосланы. На этой встрече министерский комитет ОПЕК-плюс примет решение, стоит ли дополнительно сокращать добычу на 600 тысяч баррелей в сутки. Это были главные новости мира финансовой и энергетики. Оставайтесь на СБС. До встречи.